Детектор правды Все тайное станет явным На Радио Энерджи На земле 7 миллиардов человек. Интересно, есть хотя бы один честный на все 100? Мы продолжаем поиски, вооружившись настоящим детектором лжи. В эфире реалити-шоу Детектор правды категория 16+. Вот правило. Чтобы выиграть миллион рублей, нужно ответить честно на максимальное количество наших вопросов и стать самим правдивым участником игры. Наш участник сегодня – это победитель регионального отборочного этапа «Самый честный» в Ростове-на-Дону. Его зовут Алексей Осяк, ему 23 года. Он работает персональным водителем, у него есть жена Анна. В браке они два года, с женой знакомы с детства, есть сын, которому один год. Привет, Леша, как зовут твоего сына? Привет! Привет. Лев зовут? Лев зовут, да? Да. Лев, а как так получилось, что вы с детства знакомы с Аней? Ну, она в детстве бегала за мной. А-а-а. Я. Вы в школе вместе учились? Нет, нет. Просто, скажем так, в одной организации вместе находились частенько. Ага. А твоя фамилия Осяк или Асяк? То есть, как правильно? О-эсь-я-к. О-сяк. О-сяк, окей. Додергался за косички в детстве, теперь жениться пришлось, да, Леша? Ну, да. Леша, что сделаешь с одним миллионом рублей, если ты окажешься победителем сезона? Ну, для начала его нужно выиграть, а там подумаем. Ты называешь других водителей баранами? Конечно, да. Правда? А за рулем ты злой или добрый? Как ты считаешь? Скорее, я злой. Сколько? По манере вождения я пассивный водитель. Сколько у тебя уже водительский стаж? О-о-о-о. Я 16 лет за рулем. М-м-м, окей. Считаешь ли ты водителей противоположного пола потенциальной угрозой на дороге? Да. Правда? С чего такие выводы? Не знаю, у меня жена водитель оттуда, скорее всего. Ты считаешь себя хорошим водителем? Нет. Ага, а то начальник-то слушает. Вот это любопытно. А ты соблюдаешь правила дорожного движения? Как вообще? Ну, вообще, конечно, да. А почему ты сказал, что ты нехороший водитель? Потому что есть к чему стремиться. Скажи, а ты пьешь за рулем? М-м-м, да. Правда? Твоя защита от этого мы услышим в следующем вихоре, да? Ты завидуешь своим клиентам, которых возишь? Да. Правда? Они у тебя обычно состоятельные. Да, очень. А ты когда-нибудь прикидывался, что это твоя машина? Да. У тебя был интим с кем-то из клиента, которых ты возил? Да. Это индивидуальный подход. Правда. Кстати, я слышал, знаете, что люди, которые возят, ну, других, да? Со временем какая-то связь появляется между ними. Вот так у тебя случилось? Ну, я в такси работал и... В такси работал? Да, и было такое. Это была девушка, которую ты увидел впервые? Да. А ты использовал простуду как предлог, чтобы не ходить туда, куда тебе не хочется? Да. Правда? Хотя ввиду последних событий на работу тебе хочется ходить. У тебя там что-то весело так все происходит. Ну, скучать не приходится. Ну, ладно, кроме сложных вопросов, для тебя что-то приятное есть от нас от Radio Energy и спонсора ООО «Токеда Фарма-Сьютиклс». За свой правдивый ответ на красный вопрос ты получаешь электронный подарочный сертификат на покупку в магазине косметики. Спонсор ООО «Токеда Фарма-Сьютиклс» сказали неправду. Вас выдадут красные щеки, их уже не спрятать. А вот избавить от красного носа всего за две минуты может помочь спрей от насморка «Ксимилин Эко» в красной упаковке. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В студии Алексея поддерживает его жена Анна, с которой они в браке уже два года. Кстати, как выглядят ребята, вы можете посмотреть в прямой трансляции в инстаграме Energy Rush. Вы выглядите очень юными. Вообще так хорошо сохранились. Скажи, Алексей, ты любишь своих братьев и сестер? Да. А начали-то, вы до сих пор общаетесь близко, ну, тесно, близко? Да, общаемся с ним. Леш, передай им привет, чтобы немножко загладить свою вину за такой ответ. А твоя мама любит твою жену? Нет. Правда? Ну, тогда следующий вопрос. А ты сам свою жену любишь? Да. Ну, задумался что-то. Правда? Как же переживала Аня, мы видели по твоим глазам. Ну, кстати, этот вопрос для многих самый-самый главный. Я отправил ей воздушный поцелуйчик. Ты подозревал, что твоя жена тебе изменяет? Да. Правда? Вы в браке два года, уже успели произойти какие-то события? Да. Но ты в курсе, она тебе изменила? Это было прям, ты реально ее раскрыл? Ну, нет, но подозревал. Ты изменял своей жене в этом году? Да. О, боже мой. Правда? Теперь нам всем становится чуть понятнее, почему вам так сложно говорить на эту тему. Тут у каждого свои скелеты в шкафу имеются. Нянь, ну, в ближайшие пять минут он тебе точно не изменял, потому что он здесь с нами был. В этом ты можешь быть уверена. А ты в курсе, что он изменяет тебе? Да. Ну, у нас аппарат подтвердил, что он любит. Все, что любит он тебе. Да. Да. И, возможно, кого-то еще. Ну, это непонятно. Очень интересная ростовская семья сегодня у нас проходит испытание. Скажи, Алексей, ты жалеешь, что женился? Да. Конечно, а что жалеть? Такая яркая жизнь, полностью свободен. Можно ходить куда угодно. Правильно, Леш? Леш, ну, Аня подарила тебе сына, твоего первенца. Ну, не знаю. Мне кажется, я малым был холостым. Он изменяет ей, она ему. И мы счастливы. Ты сейчас пытаешься быть немножко плохим малчиком, а на самом деле ты же, ну, рад, что в семье находишься. Ну, да, без семьи уже не представляю жизнь. Ты специально пришел сюда, чтобы заявить об этом, чтобы Аня тебя услышала, сделал какие-то выводы? Нет. Я сюда пришел с другой целью. Скажи, Алексей, а ты пошел бы на интим с мужчиной за миллион долларов? Да. Правда. Леш, это отчаянное финансовое положение тебя на такое толкает? Не знаю, скорее, да. А, Анна, как у вас с финансом в целом? С деньгами туго у вас или купаетесь? Точно не купаемся. А надо бы, хотя бы раз в день. А, Анна, то есть сейчас на декрете, да? Ну, в декрете, как говорится, да? Как я понимаю, да? Ну, да. Прямая трансляция у нас в Инстаграме. Анна Джираша, подключайтесь, можете оставлять комментарии и увидите наших сегодняшних героев. Скажи, Алексей, ну, ты изменяешь жене с какой-то постоянной девушкой или нет? Ну, это не на детекторе, в принципе. Ну, уже как бы нет. Ну, вообще, да. У тебя есть любовница? Была. Бывала любовница. Ну, сейчас нет любовницы. Скажи, вопрос на детекторе правды. Ты занимался любовью со своей женой и любовницей одновременно? Да. Правда. Мы очень скучно живем в Москве, а еще говорят, что в столице люди жгут. Вы общаетесь до сих пор? Все вместе? Нет. Ага. Ну, Анна, ты наверняка в курсе того, что... Ань, в смысле? Прокомментируй. Ты же жена. У вас же ребенок. Ну, ничего такого. Ага. Это была его инициатива. Это была его инициатива. Я понял. Ну, ребята, мы все тут взрослые люди. Шоу 18+. В жизни всякое бывает. То есть мы не осуждаем. Есть такое у вас в жизни. Будьте здоровы. Спасибо. Следующий вопрос на детекторе. Правда, это финальный вопрос нашего испытания. Скажи, Алексей, ты считаешь себя сексоголиком? Да. Это очень любопытно, потому что складывается такое ощущение, что ты пытаешься казаться каким-то более успешным, что ли, что ты есть. Ты на себя наговариваешь постоянно. Даже, может, чуть более дерзким, да, чуть-чуть иногда даже. И, возможно, это неумение выражать свои эмоции, если они все выражаются у тебя в интиме. Может быть, я не знаю. Сегодня мы задали Алексею Осику 25 вопросов, на 19 из которых он ответил правдиво. И с таким счетом мы завершаем этот раунд. Как настроение в целом после испытания? Ну, Аня говорит, что что-то не очень. Головой качает. А ты как, Леха? Да, нормально, прорвемся. Ну, да, вот, хорошие слова. Обычно говорят, что когда вот такие эмоции, да, всплеск эмоций, это помогает справляться с трудностями дальше. Слушай, да, вот, узнал многие ответы на вопросы, которые сам бы хотел узнать. Ну, а какой самый сложный для тебя был вопрос? Ну, скажем, о жене, скорее. Да там было вопросов штук пять про жену. Какой конкретно? Ну, вот, привлекает ли она меня как женщина до сих пор или нет. А как ты считаешь, то есть она все же привлекает тебя до сих пор? Да, ну... Ты знаешь, Леша, мы поняли, что вашей семье просто необходимы яркие эмоциональные всплески. Сегодняшнее участие твое в детекторе «Правда» определенно было таким, и нам просто хочется вам пожелать, чтобы ваша дальнейшая семейная жизнь проходила счастливой. Субтитры создавал DimaTorzok